Здание восьмой школы было построено в 30-е годы прошлого столетия. Здесь регулярно проводится косметический ремонт, но уже давно назрела необходимость масштабных работ. Расположенную в центре региональной столицы школы посещают около тысячи детей. Это значительно превышает проектную мощность учреждения, рассчитанного на 600 учащихся. Нынешние условия пока не позволяют организовать обучение в одну смену. И к тому же некоторые уроки, например, родной язык, технология, проводятся в другом помещении, расположенном во дворе школы. Капитальный ремонт позволит решить часть насущных проблем. Мы считаем, что это новый спортзал, новые классы, новый актовый зал, внешний вид. И они дадут свой эффект и почистенность. Как будут уплотняться нам, я так понимаю, это будем смотреть учащихся. По крайней мере, все, что возможно будет сделать при капитальном ремонте для расширения, например, внутри школы, мы это сделаем. В планах и строительство нового учебного заведения в микрорайоне Юбилейном. Там проживает около трех с половиной сотен детей школьного возраста. При этом в местную 12-ю школу ходят только половина из них. Остальные вынуждены обучаться в других образовательных организациях города. 12-я школа находится в неприспособленном под ее нужды небольшом здании, в котором нет ни столовой, только буфет, ни спортзала. Спортзала нет, в актовом зале занимаются. Когда погода на улице, за школой мы там сделали спортплощадку. Есть там футбольное и волейбольное поле. Есть. Но когда погода. В настоящее время ведется работа по включению строительства школы в юбилейном в государственную программу. Разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции Центра культурного развития, больше известного как Дворец детского творчества. Здание было возведено еще в 1961 году и уже порядком износилось. Капитального ремонта в нем не проводилось ни разу. Здесь в различных кружках и объединениях занимаются 1200 ребят. Хотя желающих гораздо больше, но вот вместить их возможности нет. Проектная мощность и так рассчитана на 800 человек. К нам детки идут не на одно объединение, например, не только на танцы. Они приходят к нам сразу и на танцы, и на макраме, и на какие-то виды деятельности, связанные у нас есть с декоративно-прикладным творчеством. У нас очень много этих разновидностей. Это единственное образовательное учреждение, которое оказывает услуги на безвозмездной основе. В связи с чем возникла необходимость улучшения материно-технической возможности этого здания, увеличения количества помещений. Для этого мы подготовили проектно-сметную документацию, заявку, направили ее в Москву, в федеральный центр. Запланировано в Черкесске в рамках госпрограммы развития образования и реконструкция детской школы искусств. В обновленном здании появится звукозаписывающая студия, залы для хореографии, классы для индивидуальных занятий и современный актовый зал на 182 посадочных места со сцены. Также в текущем году в республиканской столице начнется строительство Центра молодежного инновационного творчества в парке «Юность». Мария Клокова, Миха Каракелян. Итоги недели.